Всем огромный привет! Сегодня я поделюсь с вами своим мнением о новинках 9 каталога компании Faberlic. Всего у меня их 4 пока. И давайте начнем! В первую очередь хочу рассказать о двух продуктах декоративной косметики. Первый это очень интересный продукт, такого еще у Faberlic не было. Представлен он в линейке Marie Way и это наливное средство для губ и щек. Я себе взяла в артикле 47-50, всего их 3 оттенка представлены. Я себе взяла, насколько я помню, как-то ягодный он называется. Ну такой самый яркий из тех, что представлены. Исполнение, конечно, очень миленькое. Это такая небольшая баночка и похоже, как вот пироженки есть такие, да, маленькие, разноцветные. Все красиво, все хорошо открывается. Не очень удобное использование, так как туда нужно лезть пальцем. Соответственно, на губы наносить не очень удобно. Если на щеки, то да, то на губки, конечно, нужно постараться, чтобы более-менее контур создать, не вылезти за него. Вообще средство мне понравилось. Интересный продукт. На щечки мне однозначно понравилось. Сегодня я использовала как раз. И им можно переборщить на щечки, поэтому нужно аккуратнее. Не знаю, как с более светлыми оттенками, но с ярким можно переборщить. Поэтому я буквально вот пальчиком один раз прикасаюсь. И то, что мне перенеслось на него, сразу на две щечки распределяю. И потом похлопывающими движениями уже на щечках распределяю. Что касается губ, то как какой-то блеск, по-моему, в каталоге заявлено, что это как блеск для губ. Но нет, блеска он не дает. Вот так же у меня сегодня на губах. Я бы назвала этот продукт более как тинт. Потому что вы его наносите, он вроде бы яркий, но он потом впитывается в губы, становится таким матовым, стойким довольно-таки. И можно сказать, он не отпечатывается. Но, по крайней мере, я особо не замечала, после того, как он окончательно впитается в губы, что он как-то отпечатывается. И в итоге вы получаете эффект зацелованных губ. Очень естественный, такой ненавязчивый, дневной. Такой итог мне, конечно же, понравился. И особенно на лето будет, я думаю, моим мастхэвом, можно так сказать. Так как очень естественный макияж получается с вот этим продуктом. Сам оттенок, как видите, ягодный. Он яркий, он красивый, он отлично переносится. Видите, буквально вот одно касание, и у вас уже пальчик закрашен. А также имеет очень приятный аромат ягодный, очень вкусненький, такой конфетно-ягодный. Поэтому, кто присматривался к этому продукту, кого он заинтересовал, то можете взять, разочаровать не должен. Второй продукт из декоративной косметики. Это линейка Skyline, и это тональное средство, которое меня не очень порадовало. Тональный крем именно из стойкой линейки, новинка, 30 мл здесь идет. И я себе взяла в артикле 62-14. И с цветом я абсолютно не ошиблась, не прогадала. Самый светлый я себе брать не стала. Насколько я помню, именно этот оттенок называется светло-бежевый. Производитель заявляет, что создан этот тональный на водной основе, что он не оставляет следов на одежде. Естественно, сияющий полуматовый тон должен оставлять. Эффект бархатной кожи, комфортная текстура, позволяющая наслаивать плотность покрытия и без эффекта маски. Вот тут бы я, наверное, поспорила. То, что он на водной основе, это на самом деле чувствуется, когда начинаете распределять его, какая-то влажность на коже присутствует. Но потом, когда он впитывается, то это уходит. Подчеркивает ли он шелушение, я отметить это не могу, так как у меня их на данный момент нет. Но бывают такие тональные, которые даже если и нет, вроде бы, но они что-то довыявят. Но с этим такого нет. То, что не оставляет следов на одежде, давайте мы с вами это проверим. Тест-драйв такой будет. Сейчас нанесу оттенок себе на руку. Оттенок, конечно, поближе покажу потом. Пока я буду рассказывать далее о нем. Сейчас он подвпитается в кожу, а потом мы посмотрим, будет ли что-то отпечатываться. Эффект бархатной кожи не заметила. Эффект сияющего полуматового тона. Да, наверное, это так и есть. Есть комфортная текстура, позволяющая наслаивать плотность покрытия. Вообще, при нанесении этого тонального кистью, например, мне не очень понравилось. Сегодня я наносила спонжем яичко. Им как-то лучше. А вот именно кистью он быстро схватывается и получается какими-то пятнами, какими-то проплешинами. Плюс, это единственный, наверное, первый, вернее, тональный крем, который мне попался, который скатывается у меня после нанесения крема дневного моего. Для Рош Позея у меня никакие тональные не скатывались. А вот этот имеет такое свойство. Если начинаете вот эти пятна пытаться распределить, как-то растушевать, то вот он как раз-таки и начинает скатываться у меня. В общем-то, некрасиво. Плюс, он у меня быстро слезает с кожи. По крайней мере, с той жирной части, которая у меня есть. Особенно это нос. Вот там он у меня вообще быстро. В поры вроде бы как не проваливается. Такого я не замечала. Но вот этот эффект пятнами мне не очень понравился. Плюс, мне кажется, все-таки я вот его вижу на коже. Мне как-то заметен он. Если его далее наслаивать, то это будет еще более заметным. Ну, по крайней мере, мне тональный не понравился. Если честно, даже жалко потраченных денег. И я вам название это не сказала. Это Stay One. Но он единственный в стойкой линейке. Поэтому тут ошибиться невозможно. Ну, все. Я думаю, тональный впитался. Поэтому беру чистый ватный спонжик. И давайте поприкладываем. Ну, вот просто хотя бы, да, маленько поприжимая чуть-чуть вот так. Ну, вот если просто прикладывать, то... Я не скажу, что прям совсем чистый он. Чуть-чуть буквально капелюшка оттенка осталась. Но на самом деле не очень заметно. Да? Немножко. Не так ярко. Действительно, значит, наверное, одежду он все-таки не будет так марать. Если потереть, давайте потрем. У меня еще такой ватный спонж не очень хорошего качества. Ну, вот, допустим, я потерла, да? От того, что я потерла, уже, конечно, ну, прям конкретно потерла, уже, конечно, следы остались. Следующая новинка мне понравилась. Это влажные салфетки. 22,94 у них артикл. Это единственные салфетки, которые я могла заранее по ВИПу заказать. Влажные гигиенические салфетки. 0% спирта, 15 штук здесь идет. Нежность хлопка, очищение и уход для всей семьи можно использовать. И очень приятный аромат, конечно, имеют эти салфеточки. Ну, как обычно, все открывается. Они достаточно пропитанные, достаточно влажные. Приятный такой кремовый, нейтральный аромат. Сама салфетка мне понравилась, ее волокно. То есть, вот, да, не такая уж она прозрачная, не такая просвечивающая. И когда начинаете протирать ручки, то она не разваливается как-то. Да, довольно-таки крепкая. Плюс, что мне понравилось, после ее использования руки не сохнут. Они, наоборот, какие-то смягченные. Вот, это мне, наверное, больше всего в ней понравилось. Кстати, тональный неплохо снимает. Вот, смотрите. Мокрая салфетка хорошо тональный с руки снял. Больше ничего нет. Поэтому я буду заказывать остальные влажные салфетки, которые там представлены. Их там, по-моему, 4 вида. Плюс, еще даже влажная туалетная бумага появится. Тоже, думаю, заказать. И мне, в общем-то, понравилось. Не помню, сколько в каталоге они стоят. По-моему, рублей 39 или 35. Или, может быть, я что-то путаю. Ну, в общем-то, по цене консультанта это дешевле. Поэтому, я думаю, по цене это не прогадаю. Ну и дело дошло до последней новинки. Это будет уже парфюмерная водичка. Взяла я себе пробник. Называться она будет Сорбет Джоли. Если я правильно прочитала, этот в линейке представлен Мариевэй. Второй аромат точно в такой же флаконе, в котором идет бонбон шири. Но уже в зеленом исполнении. Водичка сама тоже имеет зеленоватый оттенок. И она мне абсолютно не понравилась. Ни мне, ни маме. Мы с ней вдвоем ее тестили. И вообще, ну никак. Она очень быстро улетучивается. И поначалу сильно пахнет спиртом, когда только наносите. Аромат, ну, мне не понравился. Слышала у Оли Рогалевой, что она его сравнила с огуречным лосьоном. Если честно, не помню, как пахнет огуречный лосьон. На огурцовое здесь действительно присутствует что-то такое. Ну, ну никакой вот, правда. Вот его даже описать сложно, потому что он никакой, абсолютно. Никак не цепляет, не заманивает. В нем нет сладости, какой-то приятной свежести. Не очень. Невкусный. Поэтому, если кого-то заинтересовала эта водичка, эта новинка, то я все-таки советую приобрести пробник для начала. Потому что, во-первых, стойкость не очень, не аромат не очень, никак он не вдохновляет. На такой ноте я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И всем до скорых встреч. Пока-пока.